Здравствуйте! В прямом эфире Вести Карачаева, Черкесия. В студии Мураджан Кёзов. Смотрите в выпуске. 43 километра автомобильных дорог и 4 моста в республике будет отремонтировано в этом году. Об этом говорили сегодня в режиме видеоконференции. Высока роль работников этой сферы в деле обеспечения социальной защиты населения. Сегодня наградили лучших соцработников республики. Его имя не предастся забвению. В библиотеке Минихалимат Байрамукова открылась выставка, посвященная памяти летчика, героя России Канамата Баташева. Они внесли вклад в развитие и укрепление дружбы между народами Дагестана и Карачаева-Черкесии. Тезки Заремы Кардановы получили награды. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференции принял участие в совещании с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснулиным. Тема – реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в республике будет отремонтировано 43 километра автомобильных дорог и 4 моста. Всего до 2024 года будет приведено в нормативное состояние 50% межрегиональных и муниципальных и 85% дорог в Черкесии. Как было отмечено на совещании, работа по развитию дорожной отрасли в Карачаево-Черкесии будет продолжена. Сегодня в амфитеатре парка культуры и отдыха «Зеленый остров Черкеска» в рамках празднования Дня социального работника состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого правительственными и ведомственными почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены лучшие работники социальной сферы республики. Подробности далее. От имени главы Карачаева-Черкесии к присутствующим со словами поздравления обратилась заместитель председателя правительства Ирина Гербекова. Она отметила высокую роль работников этой сферы в деле обеспечения социальной защиты населения. Вы герои нашего времени. В этот праздничный день желаем всем социальным работникам сил, терпения, оставаться добрыми и чуткими, несмотря на жизненные трудности. Крепкого вам здоровья, оптимизма, больших успехов. К этому поздравлению присоединяется председатель правительства Арбунов Мурат Олегович, председатель народного собрания Иванов Александр Игоревич. И от себя я хочу пожелать вам, чтобы все то добро, которое вы делаете нашим жителям, вернулось в ваши семьи, с Торицей, добром вернулось вашим детям, здоровьем и благополучием. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и заслуги в социально-трудовой сфере десяткам работников вручены почетные громады правительства республики и Народного собрания Карачаева-Черкесии. Искренне хочу поздравить от имени нашего спикера Александра Иванова, от депутатского корпуса и от себя лично с вашим профессиональным праздником, с Днем Социального Работника. Желаю вам душевного тепла, здоровья, тепла людей, которых вы обслуживаете. Желаю крепкого здоровья вам всем, вашим семьям, близким. Вы действительно сделали очень многое. Вы каждый день работаете, разделяя чужую боль. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Социального Работника, продолжилось выступлениями артистов государственной филармонии и творческих коллективов республики. Мурат Ченкиузов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесии прошла практическая конференция «Межведомственное взаимодействие учреждений медико-социальной экспертизы с органами региональной исполнительной власти. Важно отметить, что Главное бюро медико-социальной экспертизы по Карачаево-Черкесии вошла в топ-10 регионов СКФО среди региональных отделений. Подробности расскажет Алихан Лепшоков. Наша задача – улучшить качество жизни инвалидов. Главное бюро медико-социальной экспертизы по Карачаево-Черкесии активно ведет взаимодействие с органами региональной исполнительной власти, а также в повышение качества работы, объективности, доступности и эффективности оказания услуги по проведению медико-социальной экспертизы. На практической конференции руководитель Центра документального обеспечения Федерального бюро медико-социальной экспертизы Елена Лесина высоко оценила деятельность республиканского отделения. Очень приятно, особенно, взаимодействие со здравоохранением. Вы находитесь в топе, как сейчас модно говорить, лучших по Российской Федерации. Ваш документооборот в электронной форме превышает 95%. Это не может не радовать. С 1 июля 2022 года в России вступят в силу новые правила признания инвалидом, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации. Теперь право на направление гражданина на медико-социальную экспертизу будет только у медицинской организации, независимо от ее организационной правовой формы, в соответствии с решением врачебной комиссии. Министр здравоохранения Карачаева Чергесии Казим Шаманов подчеркнул, что именно благодаря профессионализму и тесному взаимодействию работников бюро медико-социальной экспертизы решаются многие вопросы, связанные с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, медико-санитарная экспертиза стоит на защите прав, как вы сегодня сказали, тех граждан, которые в этом нуждаются. Этот год у нас в республике главой объявлен годом людей с ограниченными возможностями, поэтому в этом году мы, совместно с Зуридой Мухаммедом, стараемся по максимуму отработать, сделать тот задел, который дальше позволит нам уже, благодаря тому, что сегодня мы все на цифру переходим, это и облегчит работу и нашим пациентам, и мы потихонечку уходим от бумажного документа оборота. Важно отметить, что Республиканское бюро медико-социальной экспертизы было отмечено руководством за переход на электронный оборот документации, что дает возможность в кратчайшие сроки получить необходимые услуги инвалидам. Данный метод был внедрен в период пандемии и реализуется достаточно успешно, отмечают представители медико-социальной экспертизы региона. Я бы хотела донести информацию до жителей нашей республики, и не только, что это право оставили за гражданами. У нас сейчас будет действовать с 1 июля и заочный формат освидетельствования, и очный формат освидетельствования. Если гражданин не желает участвовать в экспертизе, он не хочет сюда приезжать, не хочет переносить, допустим, как некоторые говорят, стресс, он отметит, что он выбирает заочный формат освидетельствования, и у него не будет необходимости к нам обращаться. В завершении практической конференции представители различных подразделений медико-социальной экспертизы выступили с докладами о качественных методах работы с гражданами. Алиханепшоков, Галина Алиева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Наша страна праздновала один из главных государственных праздников – День России. И по традиции в этот день юным гражданам вручают первый главный документ – паспорт. В торжественной обстановке ребятам вручил удостоверение личности заместитель министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии Александр Середа. Мероприятие прошло в отделе по вопросам миграции отдела МВД России по Черкесску. Участники торжественной церемонии поздравили ребят с получением главного документа, пожелали им с честью нести гордое звание гражданина России, быть достойными гражданами страны и не бояться ставить перед собой высокие цели. Кроме основного документа, виновникам торжества вручили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки. Завершилось мероприятие фотографией на память. Сейчас время прогноза погоды, после продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok 1,6-11 метров в секунду. Температура ночью 14-16, а днём 22-24 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. По 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун» 2,96-58, категория «Нарпрос». Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учёными. Заканчиваю школу нового типа в ИСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. Хочу стать студентом. Приём в школу нового типа в самом разгаре. По 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун» 2,96-58, категория «Нарпрос». В Общественной палате Республики обсудили законопроект о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена». Он был внесён в Госдуму России 19 мая. Проект предусматривает создание в России общественно-государственного движения с целью реализации государственной политики в интересах детей и молодёжи. Участвовать в движении на добровольной основе смогут школьники с 6 лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. Предполагается, что закон будет способствовать всестороннему нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей и молодёжи и воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. На круглом столе участники Общественной палаты Республики и приглашённые гости давали свою оценку законопроекту и вносили свои предложения по его совершенствованию. Все мы знаем, что в Конституции Российской Федерации также чётко написано, что у нас может существовать множество общественных организаций, в том числе и детских общественных организаций. Но у нас с вами время меняется, жизнь наша не стоит на месте общественных организаций. Сегодня у нас представлены будет множество общественных организаций. Существует и в Карачаево-Черкесии Российской Федерации множество. Но может быть всё-таки настало время о создании общественно-государственной организации, которая бы сплотила и выстроила какую-либо вертикаль в деятельности всех детских общественных организаций, которые существуют в нашей стране. Я желаю, чтобы мы все, каждый на своём месте, поддержали данный законопроект и включились в эту работу. Работа очень важная. Мне нравится, что будут созданы региональные структуры, районы, на муниципалитетах будут созданы структуры. И это позволит нам какую-то общую картинку создать. В республиканской библиотеке имени Халимат Байрамокова прошла выставка, посвященная Герою России, лётчику Канамату Баташеву. В мае наш земляк погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Вспомнить о генерале Баташеве в национальную библиотеку пришли родственники и люди, знающие о его профессиональном пути и патриотической работе. Работники учреждения культуры подготовили специальный стенд, на котором были размещены прижизненные интервью с Канаматом Баташевым, воспоминания его коллег, газетные вырезки, фотографии. И нам очень приятно в присутствии средств массовой информации сказать о том, что мы очень благодарны, как сотрудники библиотеки, что все газеты наши республиканские на всех языках отозвались и показали этот подвиг, и показали образ героя. Основные были заложены в семье такие качества, которые нужны каждому, чтобы достичь того, что он достиг обычный парень с горного аула. Это честность, порядочность, отзывчивость, прийти на помощь всегда слабому, справедливость. Эти качества всю жизнь были с ним. В рамках празднования 100-летия Карачаева Черкесии в Черкесске наградили представителей творческой интеллигенции. Торжественная церемония прошла в Республиканском колледже культуры и искусства имени Аслана Даурова за вклад в развитие и укрепление взаимопонимания, дружбы и межнационального согласия между народами Дагестана и Карачаева Черкесии наградили двух наших земляков. Так, почетный знак Министерства по делам национальности и делам религии Республики Дагестан получила заслуженный деятель культуры Карачаева Черкесии Зарема Карданова. Благодарственное письмо представительства Республики Дагестан в Карачаевой Черкесии получила и наша коллега, корреспондент редакции на черкесском языке, ГТРК Карачаева Черкесия, заслуженный журналист Республики Зарема Карданова. Я люблю самое главное Дагестана, самый главный алмаз – это люди. Там уникальные люди, я об этом постоянно говорю. И сегодня еще раз подтвердили они, что они действительно это уникальные люди, уникальной земли Кавказа. Я хочу сказать большое спасибо представительству правительства Дагестана. Черкесск имеет такие давние традиции, не дадите соврать, Белгород и Черкесск – побратимы города. Пештера – болгарский город, и Черкесск – побратимы города. Знаменитый наш район в бытности, его назвали в честь болгарского города. Так и Кавказ умеет и любит дружить. Большое вам спасибо. Честь вам, что оба наши правительства уделяют такое внимание дружбе между народами Северного Кавказа. Это все вести на сегодня. Сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин